В Сыктывкарском государственном университете открыли выставку работ финских и сыктывкарских студентов и преподавателей «Следы». На экспозиции представлены лепнина из глины, плетения, инсталляция, фотографии. Их цель – помочь найти общие черты финно-угорских культур в современном искусстве. Константин Куратов продолжит. Анастасия Голощапова работала над инсталляцией между двумя деревьями. В ее основе – старинный обряд коми, когда друзья для проверки крепости дружбы связывали ветки двух деревьев. Если узлы выдерживали, значит и дружба сильна. Студенты фотографировали людей между деревьями, скрепленными веревками, и просили их встать так, чтобы получились коми-символы. Прохожие тоже могли принять участие. Люди подходили сами, нам не особо приходилось их просить о помощи. Особенно пожилые люди, они сами инициативно к нам подходили, спрашивали, можем ли вам чем-то помочь или сфотографироваться с вами. И они были очень рады. А вот смысловой центр этой инсталляции – символ Солнца. В основании ее стоит ром. Ром означает у финно-угорских народов символ Солнца, символ энергии. А эти нити – это лучи, это тоже наша дружба. Следы общего между народами коми и финнов еще сохранились и в жизни, и в искусстве. В этом убедилась творческая молодежь. Например, следы понимания мира. Почти у всех народов он делится на три уровня. Верхний, средний и нижний. И мы выбрали три символа дерева этих миров. Нижний – это ель, средний – это сосна, и верхний – это береза, и ветви их символизируют мир. А с помощью фото и рисунков сделали коллаж, который символизирует прошлое, настоящее и будущее. Это было трудно, потому что было очень мало времени, всего два дня. И за эти два дня мы сделали все. То есть мы и создавали идею, и реализовывали ее, и вешали в это же время, и печатали фотографии в это же время. И кроме того, есть проблема языка, потому что не все знают английский, не все знают русский и так далее. Впрочем, результаты выставки наглядно показывают. Понять друг друга студентам удалось и не зная языков. Они владеют главным – языком искусства. Самая важная вещь – это взаимодействие между русскими и финскими студентами. И я считаю, что вот именно сам процесс работы, то, как они договаривались, был действительно очень успешным. Мы поняли, насколько высокий уровень работ ваших студентов и как хорошо преподают ваши преподаватели. До поездки сюда наши преподаватели имели некоторое представление об общих чертах. Но наиболее интересно наблюдать за тем, как студенты учатся и выискивают какое-то общее в наших культурах и показывают это друг другу. Далее участники проекта продолжат работу в Финляндии. Новые работы выставки продемонстрируют в городах Лахти и Раваниеме. Ведь цели, которые ставят перед собой художники, не просто учебные и творческие, но даже практически. Здесь очень важен еще такой момент, который у нас вообще пока еще не совсем понимаем. Потому что мы работаем в основном для профессионалов в залах выставочных, в галереях. Но мы не выносим искусство за пределы их. А местное население, любое население, оно должно знать, оно должно соучаствовать, оно должно сопереживать. И оно должно, в принципе, так сказать, получать удовольствие от этого. Мы создаем красивую среду, и это может быть лучше для всех нас. Мы можем это не замечать, но это может отразиться, потому что это знаковая система, она может отразиться потом где-то у нас внутри в сознании. Кроме того, это поможет не забыть традиционную культуру. По крайней мере, ее следы студенты обещают сохранить в композициях. Константин Куратов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.